история олив уатман девушки с синей татуировкой на лице было очень популярна в 19 веке девочка подросток была похищена коренными обитателями америки индейцами и целых пять лет пробыла у них в плену на глазах девочки были убиты ее родители братья и сестры но олив выжила и поделилась истории своего плена с миром война европейских переселенцев колонистов против коренных жителей обоих америк продолжалась почти пять столетий и стоя с другой стороны было проявлено немало звериной жестокости как белые так и краснокожие не отличались особой сентиментальностью и с большой охоты убивали как воинов так и мирное население однако иногда бывали исключения и пленники жили в плену долгие годы принимая чуждый им быт и обычаи так произошло с олив уатман олив уатман родилась в штате иллинойс в сша в 1837 году родители девочки ройс и мэри уатман были мормонами поэтому олив и шесть ее братьев и сестер воспитывались в строгости и богобоязненности в 1850 году в общине мормонов произошел раскол из-за которого примерно сотня жителей во главе с преподобным джеймсом брюстером покинула родное поселение и отправилась искать счастье в калифорнию которую проповедник назвал новой землей обетованной в пути странники повздорили из-за чего большинство отправилась по длинному и безопасному северному пути а несколько семей во главе которых оказался отец олив ройс уатман выбрали опасный и короткий южный путь через пустынную аризону в пустыне единомышленники оставили уатманов отказавшись идти дальше и многодетная семья из двух взрослых и семи детей отправилась дальше в районе реки хила к маленькому каравану приблизилась группа индейцев и потребовала отдать еду табак и винтовки но ройс уатман угрожая оружием прогнал наглых краснокожих бандитов конфликт закончился тем что индейцы вернулись с подкреплением и перебили всю семью кроме троих детей 14-летний олив 7-летний мэри ан и 15-летнего лоренцо девочек краснокожие забрали с собой а раненого лоренцо бросили умирать среди трупов возле разграбленного фургона к счастью для юноши он очнулся и сумел добраться до ближайшего поселения где получил помощь оправившись от ран мальчик с отрядом вооруженных мужчин отправился на поиски выживших членов своей семьи но младшие сестры исчезли вместе с похитителями не оставив никаких следов в нападении все винили воинственных индейцев апачи но похитителями девочек оказались не они а племя толки пояс это сбило с толку поисковые отряды которые не добившись успеха вскоре объявили сестер мертвыми и прекратили их поиски но девочки были живы и находились не в самых лучших условиях в индейском поселке расположенном в 100 милях от места похищения они находились на положении рабы индейцы не церемонии с юными пленницами их заставляли выполнять тяжелую и грязную работу их кормили объедками и периодически избивали в таком бедственном положении олив и мэриан провели целый год избежать дальнейших издевательств которые рано или поздно стоили бы девочкам жизни им помог случай несколько воинов из племени мохавы приехали в поселок толки пояс для торговли и увидели двух грязных и изможденных белых девочек сложно сказать что привлекло индейцев мохавы в этих несчастных детях но они выкупили их отдав за пленец тюк овощей несколько одеял и двух коней спустя несколько дней пути олив и мэриан стали жительницами поселка мохавы расположенного на пересечении рек колорадо и хила вождь племени из пианола взял под свою опеку двух детей и поселил их со своими двумя женами женщины хорошо относились к девочкам о чем олив впоследствии с благодарностью вспоминала всю свою жизнь племя мохавы в отличие от захудалого толки пояс было в то время богатым и не слишком воинственным поэтому жила оседло вождь из пианола выделил белым девочкам участок земли как полноценным членом племени и те смогли обзавестись своим небольшим хозяйством как и другим женщинам племени олив и мэриан сделали на подбородках и руках традиционные татуировки позднее олив от мы рассказывала что эти знаки были отличительной чертой рабынь мохавы но это было не так во-первых такие татуировки могли носить на теле только члены племени а во-вторых история с подаренной вождем землей не слишком вписывалась в эту легенду подтвердить или опровергнуть слова олив после ее освобождения было некому поэтому аатман всегда представляла себя как пленницу мохава боявшуюся бежать из поселка из-за страха смерти в 1855 году олив теряет сестру из-за большой засухи на землях мохавы начался голод и мэриан умирает в возрасте 10 лет в том ужасном 55 году в долинах рек колорадо и хила умерло много людей и олив чудом удалось избежать этой участи позднее девушка будет вспоминать о племени с большой благодарностью так как индейцы не дали ей погибнуть помогает чем только можно когда олив атман было 19 лет в поселок мохавы прибыл гонец из племени юма по имени франциско которому командир гарнизона форта расположенного в нескольких днях пути дал особое поручение в крепости узнали что индейцы держат у себя белую девушку и потребовали ее отдать из пианола наотрез отказался обсуждать выдачу олив и более того начал отрицать что вообще когда-либо видел в своем поселении девушек из другого народа но франциско не сдавался он арендовал у мохавы дом и решил без девушки не возвращаться гонец предлагал выкупить у атман за деньги или выменить ее на товары и лошадей но увидев что дело не сдвигается с мертвой точки перешел к угрозам индейц заявил что если олив не отдадут то гарнизон форта прибудет в поселок с карательной экспедиции и заберет ее силой в ходе переговоров в которых принимала участие уже сама у атман стороны все же договорились и девушка вместе с гонцом и отрядом сопровождением мохавы отправилась в форт юма по прибытии у атман потребовала чтобы ей выдали платье так как по обычаям женщин мохавы она была одета лишь в юбку и ходила с открытой грудью форте олив встретили аплодисментами и девушка была тронута такой встречи впрочем есть информация что бывшая пленница тяготилась жизнью среди своих соплеменников подруга детства олив сьюзен томпсон с которой они продолжили дружить вспоминала что у атман грустила по мохавы из-за того что в племени остался ее муж и двое детей при этом сама олив всегда отрицала замужество рождение детей и даже сексуальное насилие со стороны индейцев к чести этих дикарей будет сказано что они никогда не относились ко мне оскорбительно отвечала девушка на вопросы о том как ей жилось среди индейцев вскоре олив обрела и родного человека узнав про освобождение сестры из плена форт юма прибыл ее брат лоренцо после этого у атмана старались держаться рядом и всячески помогать друг другу важным событием в их жизни стала встреча с пастором роялом стратаном написавшим в 1857 году по мотивам рассказов олив книгу жизнь среди индейцев она разошлась тиражом в 30 тысяч экземпляров и часть денег автор отдал брату и сестре благодаря этим деньгам олив и лоренцо смогли поступить в тихоотеанский университет сша и получить хорошие по тем временам образования бывшая пленница индейцев вскоре и сама начала неплохо зарабатывать выступая с лекциями о жизни среди мохавы перед студентами и просто любопытными соотечественниками в 1865 году али встретила джона фэйр чайлда зажиточного торговца скотом из техаса и вскоре они поженились пара переехала в техасский город шерман где они удочерили девочку по имени маме после этого в жизни у отман не происходило ничего примечательного алиф отман фэйр чайлд умерла от сердечного приступа в 1903 году в возрасте 65 лет в своем доме в шермане и была похоронена на городском кладбище west hill на этом у меня все если видео было вам интересно поддержите нас лайком и не забывайте подписаться до новых встреч